Я читаю шестую главу из Третьей книги царств. В четыреста восьмидесятом году по ишествии сынов Израилевых из земли египетской, в четвертый год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу длиною, был в шестьдесят локтей, шириною — в двадцать, и вышиною — в тридцать локтей, и притвор пред храмом в двадцать локтей длины, соответственно, ширине храма, и в десять локтей ширины перед храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами, и сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в пять локтей, средний шириною в шесть локтей, а третий шириною в семь локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма, по круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего в третий, и построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в пять локтей, они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему, — Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим, и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля. И построил Соломон храм, и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом, и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма, в двадцати локтях от края, стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. Сорок локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не было видно. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиною в двадцать локтей, шириною в двадцать локтей и вышиною в двадцать локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник, и обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи перед давиром, и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который перед давиром обложил золотом. И сделал в доверии двух херувимов из масличного дерева, вышиною в десять локтей. Одно крыло херувима было в пять локтей, и другое крыло херувима в пять локтей. Десять локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В десять локтей был и другой херувим одинаковой меры, и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была десять локтей, также и другого херувима, и поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых деревьев и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в Давир сделал двери из масличного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева четырехугольные. И две двери из кипарисового дерева, обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В четвертый год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа. И на одиннадцатом году, в месяце Буле, это месяц восьмой, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его семь лет. Субтитры создавал DimaTorzok